Торговым центрам, продовольственным и непродовольственным рынкам разрешили работать в воскресные дни. Вышло новое постановление санитарного врача области. Большая часть изменений касается сферы образования. На сегодня область остается в желтой зоне. Тем не менее, наблюдается снижение заболевания. Специалисты связывают это и с вакцинацией населения. Сейчас привитые граждане получают второй компонент вакцины, сообщил спикер. В ближайшие дни ожидается поставка более 3000 вакцин для того, чтобы начать вакцинацию остальных медицинских работников, а также учителя, педагога. Но все они будут прививаться поэтапно и по мере поступления вакцины. Вакцина российского производства «Спутник Ви» первый этап у нас начался с вакцины, которая поступила с Российской Федерации. На сегодняшний день данная вакцина выпускается уже на территории нашей республики в Караганинском фармацевтическом заводе. Второй компонент у нас уже начался с вакцины, которая уже была выпущена на территории Караганинского завода. Главное изменение в постановлении – то, что торговым домам и центрам, а также продовольственным и непродовольственным рынкам разрешили работать в воскресные дни. В сфере образования в школах с контингентом не более 300 детей обучение будет проводиться в штатном режиме. В городских сельских населенных пунктах в школах контингент, где до 300 учащихся, разрешено обучаться детям до 15 человек в классах. С 1 по 5 классы здесь, если ранее были дежурные классы, то на сегодняшний день у нас комбинировано обучение. И в 9-11 классах они также будут обучаться в комбинированном формате, но не более 15 человек. Студенты первых курсов также будут обучаться в комбинированном формате.